матры бедис какой черный это не дрозды я знаю в германии дрозды черные ух они мне нравились сейчас шныряли как крысы блин здесь дрозды американские они красногрудые такие как положено советским снегирям то шучу я все это пацаны ну такая птичка она в этих камышах тут тусуется лишь уже прилетели лето пацаны лето я думал я один такой а сегодня смотрю мои друзья тоже там на фейсбуках это везде ну шо за гердь ерунда блин весны ваша не было и зимы и сразу в лето но увы такой у нас север значит сегодня пошел гулять прямо жарко прямо этаж прямо хочется в тень куда-то спрятаться ну ну снеги тают так чё еще вам сказать обстановка с карантином пацаны жили мы не тужили когда вся эта херня началась я так задумался жимку спрашиваю вот шо нам поменять чтобы это самое значит это тоже как все люди так это ну как будто воевать с вирусом она горит но шо мы можем поменять вашу ничего не можем игру но если завтра капец планете там это но хер знает метеорит или вирус что будем делать ну горит будем жить как и раньше жили ну и в этом была вся прелесть ну и тут наш премьер выступил так и так пацаны начинаем послабление начинаем возвращаться к нормальной жизни наркоманы те все могут выйти опять на улице туда и сюда и были ну самые необходимые такие услуги оказывать ага трубите трубите мадам этого гусака нету блин это но на неоплодотворенных яйцах сидит подруга блин жалко ее дачу что яйца выбросишь как козелка будто блин оставишь ее сидеть тоже козелка будто коза короче пацаны блин остановка такая нафиг какой-то блин мудак на север блин там в резервации затащил вирус блин и он пошел лавиной блин и вчера люди хотели приехать сюда из города а их херак вот там где-то километров 40 отседова и завернули прям вот это были прямо дорога перекрыта стоят играть пошел отседова ехал бляха муха короче знаете пацаны какой карантин теперь обратный на изнанку теперь короче юг защищают от севера то считалось на север вообще каранде этот вирус не проникнет потому что далеко то все а теперь болен на севере он как зараза блин было не знаю 20 случаях 50 больных блин и теперь юга защищают от нас представляешь блин вот это карантина блин а матрицы дети же ручейки журчат сверчат это то все текут бляха муха лишь бы в дом футбол не потекли правда нахер вы столько снега натолкали блин целой кучи так бы уже все было чисто красиво давай на следующий год это выносите снег куда-нибудь в карманы и в лес туда елки-палки пару теплых дней хороший дождичек и все ну с охотниками общаясь с американцами ну блин тоже так уже восприяли надежды знаете наш премьер-министр этот наши провинции заявил это начинаю поэтапно раскрываться там это то все блин я грудь чуваки все наймай на есть надежда значит если не в мае то хотя бы в июне значит это поохотимся на медведев они блин брат мы умираем мы хотим если мы уже тоже думали с ним в мае то хоть июне есть не в июне то хоть осенью если не осенью то на следующий год но обязательно лишь какие у меня преданные блин парни нафиг ну но были ну теперь облом полнейший блин по моему это безнадёга на хрен с ним пацаны ну государством бабки дает потом наверно заберет ну еще денег напечатают девальвацию сделают инфляцию кунти все будет ништяк так все нормально пасами облачки значит солнце жарить нас хотите посмотреть что ли этих проглотитов маленький хочу на них смотреть они в африке блин это дислочки голуби белые блин вот они спрятали всегда вас увидит и сразу прячется не знаю санкции наверно ничего вот хорошего вам не покажешь только ерунду всякую блин в чашку залез лорка ну или молодец детей учишь где спать пацаны нужен ваш совет сегодня на то камеры же у меня там везде да блин ну это я сижу так это значит это надежде константиновне письма там пишу конспекты подчищает там апрельские тезисы заканчиваю потому что апрель это скоро капец ну и это на кавер смотрю блин три сороки охренеть вы знаете пару лет назад появилась одна сорока такая сволочь блин ну я это самое это испытывал ее как это использовал ее как это как собаку короче охотничью ну помню репсал так заранишь блин раз это он улетел блин а потом чик чик смотрю где сорока блин пасется я туда раса она уже начинает его там плевать немножко ага ну потом на следующий год херак и две сороки думаю ни хера себе да блин это но иммигранты подтягиваются наверно ничего хрен его знает ну ладно и никак никак не возьму сейчас смотрю три штуки три блин капец блин ну так далеко на севере они не должны проникать знаете это что-то не то блин это фермер то это знает как с ними культурно так они же добрые буржуи они это антифриз там с чем-то намешают и им поставят они покушаете капец все блин душу аллаху отдали а я-то не могу у меня же голуби здесь елки-палки но посоветуйте чё бы как бы это отправить туда на небеса блин ну что-то еще хотел сказать и забыл елки-палки здесь в америках отношение совсем другое к птичкам вот как у вас допустим кварцы из кварцы там блин летят свистят несут счастье здесь считают ужасно противными вредителями из уничтожает стрелять в америке ну здесь как-то не видно даже но сороки допустим тоже ужасный таки ворон нету серых таких ворон вообще нету есть грач есть черный ворон галок почти что не вижу ну ворон нету это хорошо но в блин вместо них сороки я не знаю в совке мы как-то не замечали но здесь сороки такой этот фермер их ужасно не любят они такой ущерб наносят урона они садятся на спины коров допустим там быков это и клюют и расклевывает рано до такой степени что животные погибают просто особенно зимой знаете летом то этим сорокам где-то больше корма достается зимой нечего это ну очень наглые они такие очень бесстрашные вот так вот это нехорошие ребята это ну почему у нас из зимы в лето это ну 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 север здесь немножко по-другому короче это в четыре утра встаешь так на горшок уже светло представляете вот так вот блин вот так вот блин ну то есть это самое ну зимой ночи дни короткие а летом ой долгие дни ой долгий солнце так неохотно там где-то спрячется и уже раз и с другой стороны уже вылазит даже на эти сателлиты илона маска не посмотришь у вас их видно хоть нет не запрещает еще это не приняла дума там постановление что нельзя смотреть на вражеские спутники портящие чистые российские небеса смотрите не нарушайте законы не не смотрите часто в небо не надо блин мечтать губу раскатывать блин ну как то тут нарушил наш покой кто-то летит где-где-где где-где сейчас посмотрим слышно-слышно а вот и кто это такой интересный наши соседи прилетели еще на лыжах самолетик смотрим может он сядет на озеро ну вот кто-то приземлился на озере но это не тот самолетик который летел который пролетал это какой-то другой красивый красный интересно тоже на лыжах наверно на озеро уже такое что подтаивает какой красивый самолет наверное наши соседи сын у них иногда прилетает у него такой самолетик есть поближе подошли поближе посмотреть показать какой красивый стоит на лыжах самолет вот так вот а озеро уже блестит ну снега еще много конечно но растает быстро а пилот не боится еще пока на озере приземлился юстас алексу пока никто не слышит раннее утро все еще спят буржуи докладываю нас помните болин забыл вот это помните вот это блин когда вот это блин такую потрясающую значит открытие это сообщил вам что если заправить штаны в носки то в обществе от тебя не будут много ожидать как-то будут пониженные запросы к тебе и ожидания как-то так пацаны сейчас буржуи да и следует значит это евразию блин и они выяснили полностью противоположное если взять вот кучу шариковых говорят и одеть их в хорошие костюмы это то блин можно это что хочешь наполнить полную там раду там верховный съезд там или думу блин или всякую блин пацаны разберитесь блин пацаны а я это новости читал блин как будто вот это ким дыр бтиб дим дим там это в северной корее сдох как будто блин я не знаю правда или нет если правда блин еще один хороший коммунист блин ушел это блин ну расстраиваемся теперь а кто приедет на парад на 9 мая к вам блин так вот этот приезжал блин пацаны а это будете снимать киношки или чё там по телевизору показывать этот парад так хочется хоть одним глазком блин пацаны вот если бы мне дали китель соловьева блин я бы честное слово я бы всем молоднякова так собрал бы всех это и сказал бы пацаны знаете как надо правильно жить ломайте все стереотипы и шаблоны к ядрении матери и все делайте наоборот почему вот мне это в голову пришло сегодня 26 апреля юбилей знаете во что апреля 2004 года мы приехали в канаду и на этой волне значит вспомнилась мне вот если вы рассмотрите все иммиграционные сценарии все 99 целых и 999 9 это остальных там за за который запятой да они все мудрые джигит они все так рассуждает пусть наши мы подождем пусть наши дети там это отслужат там или закончат вуз или закончат школу а потом мы поедем то есть летом поедем натик и только вот один урод как я сказал нихера подобного до окончания учебного года поедем почему потому что включайте мозг пацаны вот сволочек взрослый никогда не думать про детей они только гонят ой мы заботимся о будущем детей мы хотим чтоб наши дети мы раз не норма вот 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 врут врут суки не верьте буду глаза ближе чем посмотрите короче если вы посадите себя в шкуру вашего ребенка вы поймете какие это ужасные мучения вот закончился учебный год он там обцеловал всех своих бывших друзей и поехал в новую страну где друзей ему нету и все лето живет бедняга и очко жим-жим и не знает что его ждет языка нихера не то не все блин и чё там будет и как будут там большие мальчики меня бить или девочки на меня плевать смотря какой у тебя пол там или хер его знает ну просто ну просто короче вот это не знание вот это все это убивает а каникулы это долгие все таки да блин тоже пару месяцев блин ну чашка же чашка бляха муха ну а еще обычно когда ну приезжаешь незнакомую страну ты же не самых там фешенебельных районах правильно где-то там в полугетто блин там там контингент такой суровенький блин и страна полностью незнакома ну тяжело короче детям тяжело блин и чтобы не было вот таких муков у них значит приезжаешь до кончания учебного года когда осталось буквально несколько неделек или месяцок и чеки их школу и они идут туда еще вот там смотри вася петь а то с них ни хера уже не спрашивают конец учебного года понимаете все там выдают там документы то все просто это для так ну и они понюхали они поняли блин как там это самое в шкафчике там барахло то все это то что в россии нету такого да блин там это по-американски как жить и как классы там меняются и туды-сюды и как учителя и как вообще вся система работ и потом они идут отдыхать летом и вот тогда они наслаждаются потому что не знают уже что их ждет на будущего нахер я им что это рассказываю блин плевать против ветра блин обучать красноармейцев блин как это самое не махать шашками а садиться на велосипедах до свидания